В новом году в Уральске начнет действовать инсультный центр. Здание под него уже имеется, оборудование заказано, а специалисты обучены. Медики говорят, что открытие нового центра на 40 коек позволит более оперативно оказывать помощь тяжелым больным. Инсультные центры в республике создаются в рамках программы «Саламат и Казахстан». Сосудистые заболевания составляют 187 случаев на 100 тысяч населения. И вот строй инсультных центров по всей республике, по мнению специалистов, увеличит продолжительность жизни граждан. Идет последний этап оснащения этого инсультного центра, поэтому мы ждем компьютерный томограф. Сроки поставки до 1 декабря. В отношении подготовки специалистов, у нас 4 специалиста подготовлены. Это из числа невропатологов, нейрохирургов. Они прошли подготовку в республиканских центрах, также в городе Казани. То есть имеют уже достаточно опыт для того. И, естественно, еще посмотрели на других медицинских организациях, где уже развернут инсультный центр. По словам врачей областной клинической больницы, к ним ежедневно поступают до 10 больных с диагнозом инсульт. Терапевтическое окно для таких больных не более 6 часов. За это время можно растворить специальными препаратами тромб и создать возможность нормального кровотока. По местному бюджету выделены деньги, 26 миллионов тенге. И подрядчик построил нам пристройку под инсультный центр. Для чего это нужно? Там, чтобы для соблюдения алгоритма, для введения больного, для лечения данного больного, для соблюдения алгоритма, нужно необходимое пошаговое действие персонала. Для этого должны быть соответствующие аппаратуры, соответствующие помещения. Врачи говорят, что инсульт – это не болезнь, а осложнение имеющихся у человека заболеваний. Чаще всего он случается у больных гипертонией, патологиями сердца и сахарным диабетом. Инсульт как заболеваемость становится очень чаще и чаще. Больные к нам поступают в таком тяжелом состоянии. Это у нас считается как палата интенсивной терапии. Все больные, которые находятся в коме с тяжелым инсультом, поступают к нам. В течение первых двух-трех часов он должен оказаться уже в стационаре. И в зависимости от этого уже проводится лечение. Медики отмечают, что с каждым годом наблюдаются увеличения числа молодых пациентов. В этом году инсульт случился с 15-летним парнем. За выходные у нас 14 экстренно поступивших больных с острым инсультом. Все они доставлены скорой помощью. По тяжести состояния, если крайне тяжелые или очень тяжелые, они определяются у нас в палату интенсивной терапии. Это реанимационные у нас палаты койки. Минимум, сколько они проведут на больничных койках? Минимум. Это опять-таки зависит индивидуально. Конкретно вот три пациента, допустим, с инсультом лежат. Они проведут 10 дней, 15 или-18. Это зависит от индивидуально, как они ответят на наше лечение. Важным фактором в новом центре станет реабилитация больных. Для этого с пациентами будут работать врач-психолог, логопед, рефлексотерапевт и другие специалисты. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.